Вчера пересмотрел еще повторно, знаешь, какой канал, ну, роликов пять, я, наверное, не посмотрел. Парень молодой ведет, разоблачает, разоблачает он, в общем. Ранное его язычество во всех проявлениях, где Левашов, Трехлебов просто утверждают, а он просто разоблачает и аргументы дает, настолько весомые, что исторически приводят их утверждения липовые, которые они выстраивают, допустим, на каких-то фильмах старинных. Просто на фантазиях режиссера они делают свои догматы. Вообще смешные дела такие. Вот потом посмотрел под конец последний ролик вот об этом, об их знаках, о Калаврате, ну, что это совершенно такая выдумка просто, из пальца высосали вот эти все. Польский художник придумал Калаврат, это известно. Вот эти вот свастические символы, они же нигде ни в артефактах, нигде ни в книгах древнерусских исторических книг, нигде ничего подобного найти. Откуда они вообще выстраиваются на дне? Если мы исторически коснемся новоязычества, именно так называемый коммунизм, пришедший на нашу землю в 1917 году, он и породил все это невоязычество. Потому что вся символика коммунизма, она связана или с неуязычеством, или с иудаизмом, который в сути нам и навязали. А в 988 году, когда праздновалось так называемое, ну, последнее, наверное, крещение Руси, Владимирское крещение Руси, нам эту инъекцию вкололи. Это неуязычество. Пошли фильмы, Русь изначальная, Иванова, ну, по книге Иванова снята. Пошли все вот эти родноверческие темы. Ну, де-факто они в 90-х годах появились, когда пошли книги Трехлебова, Кочуна Финиста, Удар русских богов из Тархова, Веды, как они называют, Хиневича, ну, и других авторов. И уже это просто чума. Я могу сказать, что, к сожалению, московская патриархия, она, ну, пожьет плоды, которые она, как это правильно сказал Дмитрий Смирнов, что священник, что если не убирать поле, то взрастут левые. К сожалению, мы это все и наблюдаем, все это неуязычество. И с каждым днем все больше и больше становится идеологов, ну, что там, что ж не волк, то идеолог. Сейчас практически невозможно отследить, ну, более современные тенденции, потому что каждый день рождается что-то новое. Можно только классику их в кавычках затронуть, ну, вот, это Велесова книга, поделка. Вот остановимся вот на этом, да. Я посмотрел интернет исторических фактов, так сказать, вот, ну, источник. Есть там пару фотографий каких-то, да, вот этих дощечек, а Велесовы, вообще, чем они утверждают нереальность существования этой книги? Да, по поводу неуязычников могу отметить, что у них вот интересная тенденция. Если приводишь им аргумент или факт, что это бред, они с легким, так сказать, моментом отрекаются. То есть есть общины там неуязыческие, которые не признают никакие неверия своей книги, со скепсисом относятся к удару русских богов. То есть это все специфика, вот, как я уже упомянул, повторюсь, это как грибы после, я не знаю, кислотного дождя. И такие мутанты рождаются. Это фантастика, это отрицание исторической роли церкви, то есть всего отрицания. Это вот такой протестантизм в виде славянской такой обертки. То есть вот мы изучаем все древнее, мы за родное. Вот даже я недавно общался с парнем, ну, как парнем, взрослым мужиком, дочке 18 лет, представляете? 42 года мужику, здоровый мужик, и он мне начинает рассказывать, что ему интересно, как там на Руси было тысячу лет. Но ему неинтересно этот период Владимирской Руси, исторической Руси. А спрашивается, источники откуда? Источники это наши так называемые российские телеканалы. ТВ-3, РЕН-ТВ, НТВ, ну и так далее. Украинский канал это 1+,1, Интер, где все это подогревается. Если мы включим тот же канал ТВ-3 или РЕН-ТВ, то там постоянно про белых славянских богов, про арийскую родину славян. Ну и вот тема подогревается вот постоянно. То есть это определенные кругицы, они направленно разжигают эту тему. То есть определенные... Ну а вот эти источники, кстати, арийская родина, славян, там, да, потом Атлантида, они даже сроки называют 100 тысяч лет, вот, как бы... Ну это фантастик. Откуда она берется вообще, что это за источники? Ну, Левашов, допустим, он представляет какие-то карты старинные, где там гипербореи обозначены потом, там, в частности, вот границы Руси древней. Ну там вплоть до, говорят, что войницы, вот они... Стена была построена не Китаем, а от Китая. А русскими, чтобы защититься от Китая, чтобы была война с китайцами. Ну где-то весь я, так скажу, знаете, я скажу аккуратно. Так весь эти теории, так называемые, я знаю, изучал, и можно отнестись к ним, как сказать, так сказать... Есть исследования археологов, что действительно находили кости белых людей, это да. Но утверждать на основании костей, что придумать историю, я думаю, это несерьезно. Потому что серьезная историческая наука, она все-таки не признает ни Левашова, ни Трехлебова, ни Стархова, ни Фоменко, ни Задорнова. Все-таки мы не можем отвергать, допустим, что есть какие-то артефакты, которые показывают на что-то такое сакральное, чего мы не можем доказать. Нет, безусловно, что-то есть. Если мы возьмем традиционную историческую науку, которая базируется... Вот мы возьмем Петрухина, кстати, неуязычного автора, который некоторые неуязычники используют в своих работах. Академически подходит и ссылается на библейскую родословное человечество. И, безусловно, расселение потомков Иофета, к которому мы, славяне, относимся, безусловно, не было тогда так, как сейчас. Были определенные границы и определенные народы, которые живут определенных границах. Безусловно, расселение было своеобразно. И, безусловно, где-то люди, потомки на их языке арийцев расселялись и жили. Это да, может быть. Потому что есть версии, что арийские народы проживали в Индии и в Китае. Это может быть. Но то, что предлагают нам неуязычники, это уже фальшивка. Если взять и арийские народы, арии вообще, кто такие арии, это можно отнести и к индуистской расе, да, и кто такие арии. Да, и есть версии, относят и иранцев, и индусов. Но все-таки там смешение произошло с местными народами. Все-таки неуязычники, как бы они не хвалились своей бравадой, ну, своей арийскостью, пусть они приедут в традиционную языческую страну Индии и посмотрят на своих арийцев. Это ужас тихий. Там до сих пор практикуется и ритуальная проституция, ну, в традиционном язычестве индуизме. И до сих пор практикуются жертвы человеческие, это везде. Во всех традиционных языческих народах, где сохранено язычество, жертвы остаются. Недавно я делал ролик как раз по поводу жертв, есть даже документальный ролик, где эти бетские монахи приносят себя в жертву путем самосожжения. Да. То есть даже у нас и такие жертвы. В ответвлении буддизма присутствуют, ну, так назовем, как европейским сленгом кланы, которые непосредственно практикуют человеческие жертвы на шею до сих пор. В буддизме это есть. То есть все традиционное язычество, там, шаманизм, буддизм, она практикует жертвы. Начиная от жертвы, ну, пищи, скота и человеческие жертвы до сих пор практикуются, к сожалению. То есть современным неуязычникам стоит познакомиться с настоящим язычеством, съездить в экспедиции, посмотреть в Индии, на Тибет. К сожалению, не всегда сейчас это откроется. Как бы цивилизация продвигается, и те кланы, которые практикуют этот сатанизм, они уходят в подполье. Сейчас уже, допустим, с 80-х, 70-х, это меньше. А еще в 19-м веке все, кто ездил в экспедиции, они это фиксировали. Краеведы, историки, что все это практикуется. И даже у наших, так, советских и российских народов это присутствует, кто практикует там традиционное язычество. Ну вот, допустим, если далеко не ходить туда, возьмем нас. Такое образование, как язычество, оно дошло и до наших времен. Вот в образах там сегодняшних праздников. Масленицы, там, Калятки, да, потом это Ивана Купала, равноденцы. Вот эти сейчас праздники праздники. Почему из народа до сих пор никак, хоть церковь православная, сколько над этим билось, боролось, а не могут никакой скоринете. Еще, наверное, настолько устойчиво это все. Как говорят этнографы, кто изучает вопрос, допустим, Данила Копчунов, если я фамилию правильно говорю, я все его фамилию не могу выговорить. Так, к сожалению, это их счастье, он говорит, что нет, это все-таки советская, позднесоветская вот эта традиция возрождения неуязычества, в том числе было внедрено так называемое православие. То есть, ну, всем православие имею в виду, не настоящее православие. Я считаю, что в традиционной русской культуре она все-таки христианская. Таких языческих уж не находится, потому что там 16-17 век, это уже христианская эпоха, и как Европа, так Руси. Можно сказать, что неуязычество классическое, оно вот стало как раз возрождаться в 18 веке. Я сейчас скажу такую тему, может, кому-то не понравится, но я лично общался с этими людьми и могу засвидетельствовать, это факт. Проникновение масонства на территорию Руси, Российской империи, де-факто вызвало возрождение неуязычества. Безусловно, что современное массовое неуязычество, это артефакт, если даже не, как сказать, это 20 век, 90-е года, а вот именно интеллектуально, именно на уровне элиты, там, эзотерика, оккультизм, магизм, она как раз пошла в 18 век. Вот вся элита, она начала заражаться этими идеями и отходить о христианстве. Я даже хочу вам сказать, что так называемый атеизм, это не что иное, как неопаганизм, потому что под видом отрицания христианства, Бога, на самом деле это типичное неуязычество. Если мы посмотрим на всю концепцию атеизма, она связана именно с традиционным древним римским язычеством. И впитав в себя каббалистический, иудейский, талмудический, ну, талмудическую неусть христианству, она породила эту идеологию, которая выродилась в разные направления, но де-факто это является одной из разновидностей неуязычества, которое было запущено. Если мы возьмем исторически, то Европа, ну, возьмем государство такое, как Великобритания, на британских островах христианства, первые христианские общины появились в 54-м году. Есть свидетельства такие. Соответственно, знаменитая кельтская христианская культура, она, ну, не только кельтская, позже потом и англосаксонская, она все-таки базировалась на Христе. Но потом мы видим, что в Голландии в 16 веке, в Англии, происходят революции. А все революции, они бурным цветом несут за собой неуязычество, если мы проследим исторически. Первая попытка эта произошла как раз в Англии, в Голландии в 16 веке, потом мы видим Франция, это 18-19 век. И как раз последнее государство, которое коснулось этого возрождения, в кавычках, эпоху возрождения, Ренецанс, это наше государство российское, Российская империя. Когда в 1917 году пришли люди, которые на словах исповедовали якобы какой-то атеизм, де-факто исповедовали сатанизм. Но у них, как у всех нормальных сатанистов, было намешано и неуязычество, потому что если мы обратим на символику советского периода, к сожалению, она вся неуязыческая, ну или языческая, каббалистическая, сатанинская. Оттуда мы можем и сказать, откуда современные корни неуязычества. Те силы, зная, что не удержать им христианское возрождение, они поставили, ну как это сказать правильно, поставили массовый поток возрождения язычества. И как раз это у нас в Советском Союзе началось 70-60-е годы, когда контролируют безопасность советского государства, контролировали. Они поставили на поток и фильмы, и книги. Все это было целенаправленно направлено, чтобы по христианству. Но надо еще заметить одно но. Помимо внутренних, так сказать, врагов христианства, к сожалению, есть и внутренние враги христианства. Потому что я вам пример такой приведу. Я вот даже недавно слушал, ну это недавно относительно, в апреле, разговор отца Олега Стеняева и парня молодого, который пытается вести миссию среди него язычников. И он жаловался отцу Олегу, что проблемой такой сталкивается. Приходят к священникам, а священники ему говорят, не лезь, я тебе не богословил, я тебе не разрешил. И молодой человек был в отчаянии. Говорит, как так? Я же вижу, что эта чума, она движется. Почему не разрешают священники проводить конференции, беседы, диалоги? Миссионерство. И отец Олег сказал, что только в одной такой страшной религии, как тамудизм, запрещается проповедовать. А мы, православные христиане, помня от Матфея 28 главу, идите научите все народы креститься во имя Отца и Сына и Своего Духа. То есть православный христианин должен занимать активную позицию. Но в современной московской патриархии мы сталкиваемся с этой проблемой, что многие представители московской патриархии, многие люди, которые слабо имеют богословское образование, или же они не являются сознательными христианами. Такое тоже мы встречаем, что человек принял сан, у него отец был священник, или дед был священник, он принял сан, как наследство принял. Или по блату принял сан. И мы видим трагедию. Ему ничего не надо. Ему только нужны деньги. Вот и все. Из этого мы видим трагедию и современного сатанизма, и неуязычества. Некоторые сатанисты, они порой маскируются под неуязычников, потому что если ты придешь и скажешь, что я являюсь адептом секты сатаны, то человек может испугаться. А если потихоньку вводить человека в эти структуры, то можно сказать, что давай мы за возрождение наших древних обычаев, за предков, за наших богов, на вот иудо-христиане навязали. Хотя сам термин странный. Иудо-христиане тоже какой-то антихристианство. Что вот нам навязали огнем и мечом. Вот давай возрождать будем. Ну вот и молодые люди покупаются. А потом в процессе ему говорят, да ладно, там тебе язычится, какая разница. Пойдем там и кошку распнем, пойдем там, грубо говоря, человека убьем. Где нет Христа, там любая вера становится оккультной, потому что нам Христос предлагает какую веру, когда он сказал смертью смерть поправ, да? То есть мы должны умереть для этого мира, мы должны унизиться для этого мира. И в откровении нам, как сказано, что и дано было ему вести войну со святыми и победить. Наша вера, она изначально проигрышная. Вот. И, видимо, народу, особенно молодые ребята, да, они чувствуют это, и они хотят выбрать что-то такое более победительное. Потому что христианство, она изначально проигрышная вера. Ну, с моей позиции я немножко опять с вами соглашусь. Я считаю, что нет ничего победоносного в истории русского народа, чем вера православная. Потому что мы стали великим народом. Возьмите Российскую империю до развала. Пока мы были православными христианами, мы были самой великой империей. Ни римская, ни византийская не сравнится с Российской империей. Я знаю, что многие люди, православные христиане, увлекаются, ну, как, Византией, исследования Византии. Тихон Шевкунов, который сейчас епископ фильмы снимал. Ну, это, знаете, я считаю, что это какое-то нытье. У русских, да, мы воспринили что-то от Византии. У русских у нас, у славян, у нас была такая великая история. И даже в советский период, что нам не нужны никакие примеры. Ни Византия, ни римская империя. Безусловно, мы можем брать лучшие примеры, гордиться и говорить, что мы там приняли, мы Третий Рим. Но с моей позиции нет ничего победеносного, чем воинство Христово. Русское православное воинство. И это доказано в нашей истории. Мы были непобедимы практически 500 лет. Я не могу утверждать за тысячи лет, но вот как мы стали Третьим Римом, Русь была непобедима. Ну, мы исторически тоже знаем, что ни одна империя еще не устраивает. Безусловно. Безусловно. Так я вот об этом и хочу сказать, Сергей, что лучше молодому человеку показать и сказать пример, что мы, безусловно, временно все живем, мы все с ним видим. Конечно, лучше показать именно с этой стороны, да. Я не против. Нет, я хочу сказать, что показать в каком смысле, что безусловно показать в реальность. Да, мы все живем, мы все умираем, мы видим, что у нас родственники, друзья. Безусловно, и конец миру придет. И вот этот антихрист, который восстанется 3,5 года, надо показать, что это временно, а после этого ему огненное озеро уготовано. А ты бейся до конца, стой до конца. Потому что мы же увидим, что многие мученики и многие святые, среди которых очень много было воинов, они бились до конца. Мы должны показать всю полноту православия, всю красоту. Я вот, знаете, сторонник широкого взгляда, царского взгляда на христианство. Если ты хочешь, пожалуйста, будь монахом. Ну, будь настоящим монахом. Молись. Если ты хочешь, будь семьянином. Ты будь настоящим семьянином. Если ты хочешь, будь воином. Тогда стой за Русь до конца. Я поговорю не про церковь историческую, а про современную московскую патриотипию. Потому что есть такие тенденции, когда такой даже стереотип придумали. Армия. Да какая армия? Церковь, община. А вера во Христа, она подразумевает универсальность. Если мы верим во Христа, то если ты воин, будь воином до конца. Если ты монах, будь монахом до конца. Если ты живешь в общине, будь верен в своей общине. Если ты живешь в семье, будь верен в своей... То есть вот это подразумевает христианство. И те же неуязычники, они же знаете, что большинство из них, просто многие являются национал-социалистами. Ну, или национал-патриотами. Ну, то есть люди, любящие свой народ. А представляете, они приходят в церковь, в храм. Я сколько раз сталкивался такими. Приводил молодых людей, а священники им говорят, смирись, отодвинься, уйди. Это отталкивает. А если бы в московской париорхии работали с молодежью, если бы даже всем сердцем относились к молодежи, а не, знаете, как положи копеечку в карман, иди, не мешай, все. То ситуация была совсем другая. Я вот вижу причину только в том, что не хотят видеть молодежь сами люди. Сами так называемые многие священники, которым только нужно, чтобы все было хорошо. Машина есть, квартира есть, приход есть, копеечку бабушке положат. А то есть еще спонсор, то вообще замечательно. Ничего не надо. Вот я вижу в этом причину. Если было бы желание, то я уверен, что процентов 90 так называемой современной неуязыческой молодежи, они были бы в церкви. У нас есть опыт, допустим, дореволюционный, когда мы видим, что сами кадеты, они потом восстали против власти, которые были, именно воспитывались. На этом фундаменте, да. Я понял вас. Об этом очень хорошо про Бурсы писал как раз, да. Алфеев в своей книге, если мне память не изменяет, православное богословие на рубеже эпох или столетий, как-то так называется. Я что-то книгу давно читал, лет 15 назад, где, в частности, тогда еще германах Иларион, сейчас митрополит, он эту тему затрагивал, что вот эти Бурсы, они порождают. К сожалению, мы сейчас это и видим, что возобновление этих Бурс в Московской Патриархии приведет к тому же самому. Когда это чисто механическое, когда чисто, ну, просто давление на человека оказывается, человек пришел в семинарию, горел верой. Даже есть такой юмор, что еще на первом курсе он крестится, а на четвертом уже не крестится, то есть ему уже вера не нужна. То он там, как от Матфея сказано, становится гиенами еще хуже, лицемерами становится. К сожалению, это тенденция. Я вижу, что печально будет ситуация, не меняется, то есть не пошли не по царскому пути, а пошли вот именно по доноществу, пошли, что продвигает самых худших людей, к сожалению. Кто умеет выкручиваться, стучать, гадрости делать, тот и продвигается, становится священником, диаконом, к сожалению, может там иеромонахом, архимандритом, к сожалению, епископом. А такое создание подбирает под себя таких же людей. Об этом очень хорошо даже протодиак Андрей Кураев на своем ресурсе пишет. Что мы видим и наблюдаем, лобби. Я, к сожалению, сталкивался с этим и лоббием. Я думаю, надо вернуться опять к язычеству. К неоязычеству. К неоязычеству, да. Сегодня они утверждают в христианстве создали евреи, что именно наша вера сегодня христианская, это... Жидовская. Ну да, причем они совершенно не прислушиваются к тому, что вот, если взять чисто, ну, я не знаю, или демографически, и так опытным путем даже посчитали, что одна треть евреев вообще атеисты, да, то есть вторая треть это христиане, третья треть это маломальские верующие, ну и там совсем самая небольшая кучка это ортодоксальные евреи. Начнем с того, что пусть они определятся, кто такие евреи, кто такие жиды. Я выскажу свою гипотезу, но она основана на многолетнем исследовании, что так называемые современные евреи это не этнос. Вот допустим, нас славян можно антропологически определить, да, вот есть восточные славяне, мы с вами, Сергей, есть, ну, северных нет славян, ну допустим, скажем, вот есть норманы, викинги, они близкородственны нам, балтийцы, ну там, сканинавы, они нам близкородственны генетически. Есть определенный тип людей. Есть южные славяне, которые, ну, характерно отличаются от нас. Они в буквальном смысле южные славяне. А как определить евреев? Я вот задаю часто неуязычникам вопрос. Есть сионистские съезды. Господа неуязычники, дорогие наши братья славяне по крови, и желательно, чтобы стали братья во Христе. Обратите внимание на них. Съезжаются сионисты. Представители эфиопского иудаизма похожи на негров. Представители бухарского иудаизма, это успехи, похожи на смесь среднеазиаток, непонятно с чем. Представители европейских всяких иудейских, ну, скажем так, кагалов, как они называют, очень похожи на европейцев. Там можно встретить людей блондинов, голубоглазых. Представители среднеземноморского типа, ну, типичные такие, или арабы, или вот, как мы представляем, да, и евреев, иудеи, такие вот типичные люди с типичной внешностью. Неуязычники, ну, вы определите, кто это, почему? Почему в государстве Израиля проживают люди разных, не просто этносов, разных рас? Вы определитесь. Иудаизм, он имел историю свою. И Кабала, и Талмуд, что сейчас является главными книгами в классическом иудаизме, ну, господа, ну, хоть немножко займитесь религиоведением, посмотрите, что это даже не Ветхий Завет. И вспомним, что, если мы возьмем талмудизм, в Талмуде, то там поливает грязью Господа нашего Иисуса Христа и Престой Богородицы. Там ужасные. Более того, в Талмуде сказано, что надо поступать с христианами. То есть, если это вывод христианства из иудаизма, то это просто глубочайшая ошибка у него язычников. Я часто настаиваю. Изучайте профессиональное религиоведение, профессиональных религиоведов. К примеру, всем известны, допустим, там, тот же Андрей Кураев, ну, и других авторов можно поискать, где сравнительно показано на основании богословия, что христианство это не иудаизм. То, что они начинают говорить, что там Христос еврей, что его обрезали, ну, извините меня, Ветхозаветная религия, она совсем имеет другие корни. Я даже более того скажу. Вы откройте книгу Руфь, если уж такие там не у нас антисениты среди неуязычников, обратите внимание, там сказано, что мы знаем, что у современных иудеев сейчас родословно ведется по женской линии. Посмотрите, у князя Давида, по-нашему, по-славянски, если говорят, Давыда, то род его происходит не из иудеев, по женской линии, если вы так уж принципиальны. Ну, если они захотят, они могут в интернете найти много исследований, где проводится пример кельтского, кельтского происхождения, ну, Христа, подчеркиваю, это версии, кто хочет, может исследовать. И, кстати, многие исследователи на этом и базируются, что, когда апостола Петра женщина стала узнавать, она стала узнавать его по виду и по наречию. Она ему сказала, ты галиянин. Люди тогда расселялись не как сейчас. И мы вспомним, что в послании апостола встречаем обращение к римским народам, гальским народам, ну, то есть, людям явно европейского происхождения. То есть, если язычники такие принципиальные, они могут увидеть, что люди их же, ну, расового типа встречались в истории Библии всегда. Более того, они могут обратить на ветхозаветную историю Библии и увидеть, что мы славяне, потомки Яфета, сын Ноя, где все это четко проводится, что потомки Яфета расселялись из современной Турции и в современном Ближнем Востоке. Если они хотят, они могут это все изучить. Этих исследований, повторюсь, десятки можно в интернете найти. А если вернуться к иудаизму, подчеркиваю, что нет такой самой ненавистной религии по отношению христианства, как иудаизм. Вспомним, что современные иудеи, классические, талмудисты, каббалисты, они ждут антихриста. То есть, они ждут мессии, ну, по их мнению. А по нашему мнению антихриста. И пусть современные неуязычники, молодые ребята сравнят. Просто сравнят. И увидят, что мы, христиане, знаем православность, что то, что ждут иудеи, на нашем языке называется антихрист. Это явно уже не производство от иудаизма. Это четко показано, что иудаизм современный, он выродился, кстати, в смесь неопаганизма, эзотерики, оккультизма и сатанизма. Потому что такое расовое немалость, которое мы встречаем в Талмуде, встретить можно, я нигде не встречался, избранничество в православном христианском понимании это то, кто с Богом. И ветхий народ Израиль был, но сейчас нет. Сейчас избранные христиане, православные христиане в нашем православном понимании сейчас иудеи потеряли это. Потому что после распятия Христа они отвергли Спасителя и дано другим народам. Среди иудеязычников я как-то столкнулся, не помню, где, когда, кто говорил. как правило, у них вот взять даже таких их проповедников сегодняшних Девашова, там Трехребов, Бачков, там эти Паттерди, они же в принципе они не сходятся в общем учении. И вот я сталкивался с чем, что кто-то говорил, что Христос как раз он был из русов. Ну да, 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 я слышал. Это Хинеич, кстати, говорил. Хинеич. Он еще называл его, не помню, таким славянским именем. Кстати, у неуязычников есть такое направление, как ариохристиане, они вот тоже утверждают, что Христос был арийцем. Знаете, я так скажу вам, Сергей, между нами и, к сожалению, между многими людьми, если они не хулят спасителя, допустим, у них будет хоть кем, если они относятся к спасителю нашему, хорошо. Я, знаете, и сторонник такого. Вот часто я общаюсь, кстати, вот Александр, вы приводили примеры, многие исследователи, которые борются с неуязычниками, им часто говорю, ребята, если это не касается нас, допустим, они хоть там придумают свою историю, ну это фэнтези, это фантастика. Пусть они нашего спасителя считают арийцем, славянином, если они не хулят, я только за. Другой момент, что, допустим, если возьмем удар русских богов из Тархова, кочун и финиста Трехлебова, там, конечно, там пострашнее. Ну, одно дело спасители, а другое, они в основном то хулят бога отца, которого вот сейчас они представляют такого вот кровавого, кровожадного демона, народу попирал, убивал, там, как только, да, и по их мнению не обращался над ними. Неуязычникам хочется обратиться и сказать, если вы изучаете Бетский Завет, берите картину в полной мере, берите и смотрите, какие народы там населяли. Там были народы, которые, извините меня, жали друг друга, уничтожали друг друга. Вот, к примеру, сейчас даю неуязычникам такой вопрос, вы знаете Чикатилу? Среди, там, национал-патриотов, там, национал-социалистов, ну, там, правых неуязычников, они там за Россию, там, за Русь. Я говорю, вот, смотрите, давайте сейчас Чикатилу раздерет вашу дочку или сына. А известно, что Пичушкин, Чикатилу и множество маньяков, они говорят так. Вот, к примеру, Александр Пичушкин. Ему задали вопрос, что вы сделаете, если вас выпустят? Первым образом, я выпью водку и убью и изнасилую женщину. Я задаю вопрос, ну, язычник, если я вам, вашу дочку или вашу сына, Адам Пичушкину или Чикатиле, что вы будете делать? Делать с этим человек. 90% неюзычников отвечают, да я его разорву, если с моим ребенком что-то сделают. Я им отвечаю, изучайте Ветхий Завет в контексте всей глобальной истории. Посмотрите, что языческие народы делали, где была норма и сезофилия, и педофилия, и человеческие жертвы. Это было распространено. Не путайте современный иудаизм с Ветхозаветным народом. И, кстати, многие среди Ветхозаветного израильского народа отступали. Так надо понять, что иудеи это религия современная, талмудическая, христа ненавистническая религия, которая своей целью ставит бороться с христианством. Оттуда и масонские, и лиминатские кагалы, то есть ложи. Оттуда и атеизм, и феминизм, и коммунизм, и можно дальше изну приводить, с которой было направлено уничтожение христианской Европы. Обратите внимание, как происходит революция, что идет? Пышным цветом возрождается язычество, точнее, неуязычество. А кто стоит за этим неуязычеством? Самые ненавистники христианства, талмудисты. И если неуязычники изучают этот вопрос в полной мере, они поймут, откуда истоки. И что, кстати, многим талмудистам выгоден этот вопрос. Потому что, если, по их мнению, бой будет христианином, это намного опаснее. Потому что он будет осознавать и понимать, если, допустим, изучить талмуд, каббалистическую литературу, ну и так далее, все, что сопровождает иудейскую идеологию современную, он будет понимать, о чем сказано наше мучение антихристии, и откуда он придет? И какая цель борьба против христианства? Я вот вернусь чуть назад по поводу бога-вседержителя. А, да. Они же не признают его богом-создателем вселенной, а они как раз считают и признают его богом еврейским. А их-то бог, их бог Перун, бог языческий, который существовал параллельно в независимости, от того бога. Им для начала нужно выяснить вопрос, един ли бог или много богов. В многих неуязычных организациях у них разные в кавычках боги, в нашем понимании бедствы, и разные идеологии. Пусть они не определяются, Велес у них, Один или Перун, потому что я очень много знаю неуязычников, с которыми лично общаюсь, хорошие ребята, спортсмены, патриоты. Я вот люблю, уважаю их, мои друзья, но когда начинается у них вот это копание, она приходит к бессмысленной глупости. Исторически мы должны узнать, что из тех источников, кстати, христианских, неизвестно, насколько Перун является славянским богом. Я сейчас задаю неуязычника только вопрос, если вы хотите возрождать язычество, возвращайтесь к классическому язычеству. Не придумайте эти свои цветочки, хлебушек, песни, хороводы, которые не имеют отношения к историческому язычеству. Мы не знаем ничего, источников нет. ПЕСНЯ 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 И вот представьте, вы не найдете христианство. Но если вы выйдете, скажете, я там толмудист, кабалист, масон и т.д. и т.п. люди скажут, ну ты иди отсюда, дурак. А вы будете поступать очень мудро и очень разумно. Вы наймете пиар компании, вы наймете историков, психологов, которые будут вам снимать красивые репортажи, фильмы, что мы наблюдаем сейчас на российских так называемых каналах. Включите просто НТВ, это вы пересмотрите. Там одно сплошное пропаганда, магизма, сатанизма, там ТНТ, битва экстрасенсов. Ну это же сатанисты. В лучшем случае психически больные люди. В средней степени это просто люди, которые зарабатывают деньги. И в худшем случае это те самые люди, которые служат сатане, которые свою цель ставят вредить людям. Понятно, что православный христианин, исповедующий, причащающийся и живущий в таинствах, он не имеет на него сил никакой оккультист, это все ветер. Но для людей неокрепших и не живущих во Христе это, к сожалению, соблазн. И многие люди, не имея образования, ну образования в смысле не имея подкованности, не зная историю церкви, не зная христианского учрения, они попадаются на это удочки. Это определенные силы делают целенаправленно. Снимают эти все фильмы, все эти Левашовы, Задорновы, Кеневича, Старховы, Тюняевы, кстати, которые выступают, Миролюбовы. Ну, я что хочу сказать по этому поводу, то, что в 12-й год уже не смотрю телевизор, вот, я совсем никакие каналы, у меня даже антенны в доме. Ну, я действительно делал такой выбор, потому что, конечно, считаю это опасным, вот, и внесение информации в сторонний мой мозг, да, я не приемлю, я люблю выбирать информацию, а то, что там услышать не вначале что-то, я могу заинтересоваться, да, и поверить этому, вот, сегодня единственным, как бы, спасительным условием является только выбор информации, вот, выбросить просто антенну, отрезать антенну и не иметь, интернет, имей дом, интернет, да, в поиск интересующую информацию вбивай и смотри все, что тебя интересует, а вот так вот, чтобы он работал круглосуточно, и даже, ну, люди, я же помню себя еще в 90-е, начало 2000-х годов, он же, приходишь домой вместе со светом, включаешь телевизор, да, ты, как таково, его не слушаешь, телевизор, а он просто льется оттуда информацией, если возможно, на уровне подсознания ты его воспринимаешь, и потом, какие-то, допустим, бывают, моменты такие у тебя всплывают, непонятные знания, раз всплывают, потом ты себе задаешь вопрос, так, стоп, а откуда я это знаю, да, я, казалось бы, этого вопроса вообще не касался, откуда у меня эти знания, будет, я ради справедливости могу сказать, что телевидение, оно не все плохое, безусловно, есть там православные каналы, вот я знаю, благовесть есть, и радость моя, и спас, и союз, но, к сожалению, на этих телеканалах очень мало просветительской деятельности, там, в основном, знаете, такая каша, а знаете, я сторонник был, я как-то общался с одним человеком, он уже умер, он имел очень такое сильное, большое влияние на телеканал спас, он был один из организаторов и спонсоров этого телеканала, я ему говорил, говорю, Александр Сергеевич, ну, почему у вас нет активности, почему у вас нет вот этой оккультной, антиноязыческой деятельности, ну, он мне сказал, что, типа, как бы, вот, канал должен такой быть направленность, никому ничего не навязывать, а я вот просто подчеркиваю, если вы не будете никому ничего навязывать, вам будет что-то навязывать, как вот очень правильно говорят геополитики, если вы не занимаетесь политикой, то вами политика будет заниматься, надо это знать и понимать, а многие люди, к сожалению, этого не понимают, я сторонник, именно если у меня бы лично были с телеканалом, я бы поставил миссию на широкую ногу, то есть это вы лучшие представители церкви, богословы, может быть, это лучшие проповедники, да, ну, исследователи в области оккультизма, неуязычества, кстати, я хочу отметить, кто если хочет изучать этот вопрос, очень глубоко этот вопрос изучил Иван Висков, мифы неуязычников, очень глубокие исследования, единственное, могу сказать, что у Ивана, к сожалению, ему еще надо идти, у него есть какие-то своеверные моменты, могу заметить, также есть Федор Бабенко, если кто хочет изучить, но у Федора Бабенко, как у Георгия Максимова, священника, у них есть один минус, если они будут нас смотреть, желательно, чтобы они услышали, не нужно трогать сторону криминальную, вот они, например, начинают обличать неуязычников, и переходят в сторону, начинают говорить, а вот там какая-то там неуязыческая группа была какой-то там политической партии, или вот они там преступление, которые совершили, я на мой взгляд, считаю, не нужно трогать, вы, если изучаете и просвещаете, то касайтесь стороны именно их вероучения, и если вы ведете миссию, то касайтесь именно их, вот, их бреда, а все остальное, что называется, дело полиции, если они имеют, это, потому что это неблагодарное, любой, я общаюсь с неуязычниками, с молодыми ребятами, любой молодой человек, который занимается спортом, активностью, он просто будет воспринимать, как слабость, сказать, ага, вот видите вы, какие православные, вы не можете ничего найти, как только копаетесь в нашем, ну, кто какой криминал совершил, а вы показываете сторону, именно красоту православия, силу православия, показываете историю, что у нас были войны, что даже если ты хочешь стать, вот ты, допустим, патриот, и можешь быть патриотом там, и можешь быть православным человеком, что у нас очень много и патриотической литературы в христианстве, что это не мешает тебе быть православным христианином, не нужно отталкивать нашу молодежь, надо помнить, что много средних людей, которые обожглись, которые, к сожалению, ребята, у которых нет отцов, которые, видя всю эту ситуацию, почему они такими стали, они не с нуля стали, а когда имя никто не занимается, они включают телевизор и видят там Левашовых, Трехлебовых, Задорновых, там, Доброславских, там, Миролюбовых, ну, Миролюбовых, конечно, нет в жизни, я примерно говорю. Я думаю, что у сегодняшних священников, ну, не знаю, насколько сегодняшних, как раньше было, я думаю, стесняются священники говорить об оккультизме, ну, то есть, это, как бы, такая тема, кажется, для них сказочная, не актуальная, да? Ну, почему же, оккультизм очень хорошо говорит Алексей Мороз, священник, дьякон, протодиак Андрей Курек, мы возьмем не сейчас в его выступлении, последние лекции, а вот те старые до того, как его поперли с Академии, к сожалению, несправедливые. как раз на каналах, на Спаса, или там цензура работает, почему эти темы не касаются? на каналах Спаса есть, знаете, есть передача Георгия Максимова, священника, «Мой путь Богу», «Мой путь Богу», и у него пару раз были случаи, когда он приглашал там Ивана Лескова и других ребят, бывших неюзычников, но это так, все вот так, с гульки нос. Вот я о чем говорю, почему эти теми значения такие малые передаются? Стесняются об этом говорить? Ну, они, во-первых, и стесняются об этом говорить, и я, скорее всего, уверен, что те силы, кто, ну, даже не силы, а кто владеет телеканалом, они мало понимают суть проблемы, потому что все-таки те, кто основные жертвователи и кто имеет пакеты, ну, там же финансовая составляющая телеканала, они все-таки люди советские, а советский человек он наполнен стереотипами, суевериями. Человек, который подлинно изучивший христианскую традицию, он видит суть проблемы, как хирург, видит, где нужно оперировать, видит, где проблемы, а там, к сожалению, люди не понимают, что их цель главная – это просвещение, это стояние за истину, это стояние за Христа. Тема акультизма, она, это сегодня острие, проблемы, это напитки находятся, почему сегодня мало, поэтому я даже больше скажу, что не нужно искать людей, выделять их как-то, а можно просто целиком открыть тему акультизма, и как раз под эту тему уже подводить все другие сегодня секты, конфессии. Меньше или больше они все относятся как-то к акультизму. Вот проблема акультизма. Сегодня весь мир окутан в клубок такой, он закутан, каждый человек друг с другом связан именно вопросом акультизма. Безусловно, акультизм и свою веру – это одно из самых распространенных в нашем мире явлений. Я вернусь и повторюсь, что даже сама вера в атеизм, даже, кстати, у Осипова, Алексея Ильича были лекции о атеистических верах. Там у Худеева, по-моему, есть лекции атеизме, Сергей, по-моему, если не ошибаюсь, что очень ясно показано, что оккультизм проник в все. Если человек не стоит в истине, во Христе, то, безусловно, вся его направленность направлена на оккультизм. Атеизм – это одна из разновесий на его покойнизм, оккультизм, суеверий и на буддизм. И если мы возьмем наших банальных даже церковных прихожан, сколько мы знаем бабушек и дедушек, но дедушек меньшей степени бабушек, которые не просвещены светом истины, а сколько у них и своеверий в оккультизм. Доходят до смешного, что, я знаю случай, когда в одной церкви в честь воина Дмитрия Солунского бабушка, там одна прихожанка, она помогала на кухне, она, извините, но это заговоры верила. Я к ней подошел и говорю, она уже умерла, говорю, Нина Павловна, говорю, вы это, извините меня, как это совместимо, заговоры, наговоры, она, ну как же, наши там предки, я заметил, у них у всех аргумент наши предки, я говорю, подождите, какие предки, давайте разберемся. Потом разобрались, что и предок, предка-то нету, а что это какая-то баба Маша одна сказала ей. Не нужно, если вы идете в церковь, сразу каждому первому встречному священнику в ноги падать, нужно, прежде всего, найти грамотного, а если не можете найти, то изучайте учения церкви, изучайте современных богословов, изучайте современных сектоведов, исследователей, изучайте именно цвет, цвет, как это говорит, цвет нации или цвет церкви. Те, кто положили жизнь свою на этом, исследователи, только тогда вы можете базу свою положить, а если вы будете идти к первому встречному, то вы наткнетесь на такую проблему, как на внутреннем церковном сектанстве, когда внутри церкви есть люди, которые меняют из себя папа римских, и начинают говорить, я сказал, я благословил, и вы нарветесь, к сожалению, на эту проблему, о котором писали еще в 2000 году выходил постановление собора при патриархе Алексея Втором, там весь цвет церкви об этом говорил, что, к сожалению, мы встречаемся с таким явлением, когда внутри церкви есть определенные личности, там, священники, монахи, они целые секточки формируют, ну, то есть, под себя, и он вам сказал, и все, так и делай. Смотрите, какую любовь дал нам отец, чтобы нам называться быть детьми Божьими? Евангелие Теана, глава 1, 12 стих, «А те, которые приняли его, верующего Его, дал власть быть чадами Божьими». Ну, вот, допустим, знаменитые слова спасителя, «Вы, друзья мои, если исполните то, что я заповедовал вам, я же не называюсь рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я называюсь друзьями». Мы можем встретить, в пример, в Новом Завете, где Спаситель четко и ясно говорит, что мы дети Божьи. А раб, кстати, я слышал такое толкование, что раб, то соработник, сын нас, и не к старцу небес, что Господь дает нам быть рабами, чтобы потом мы стали детьми его. С от наемника переходим к сыну, потому что не каждый человек может стать дети сыном Божьим. Ну, Господь говорил, «Исследуйте Писание, ибо через него вы хотите иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Вот исследуйте Писание, это же большой труд, большая работа. Человек становится рабом Писания для того, чтобы ему унаследовать истину. Мы же становимся рабом в этой книге, но разве плохо быть рабом Священного Писания? Потом не надо забывать, что весь этот пафос о рабах не имеет исторического, то есть о внуках богов, о чем они часто говорят, о своем внуке богов, не имеет исторического основания. Известны факты, когда древние русы приносили в жертву людей перед идолами, они называли, преклонялись и говорили, что мы рабы твои. То есть древние язычники считали себя рабами, прошу прощения, деревяшек, идолов, камней, стихии ветра. И они, к сожалению, именно были связаны, почему была жертва кровавая, язычество древним. Потому что древние язычники бояли всего. И они были прежде всего рабы своего страха, рабы, прошу прощения, своего бреда и рабы сатаны. И потом я еще хочу наполнить не язычникам, что если они хотят искать истинный монотеизм, они часто ссылку говорят, а в древности, что изначально все люди были монотеистами, аполитеизм возник позже, вследствие искажения, что мы потомки Иофета, и мы имеем первородный монотеизм, первородное знание о Боге. И это, кстати, сохранилось во всех языческих народах. А современное неуязычество, оно не имеет никакого основания никакому древнему язычеству. Это набор фантазии, оккультизма, суеверия и бреда. Вернусь к тотему, когда, я не помню, опять же, из роликов из тех, я услышал, где-то исторически тоже описано, когда один из столбов их, ну вот, от им упал в воду и его понесло течение. Да, 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 это Перун, Перун, да. И кричали, погребай, выплывай. Это, об этом очень хорошо показал Георгий Максимов, да, когда упал Перун, опять же, достоверных фактов нет, был бы он славянским Богом, ну, в кавычках, Богом, или нормандским. И когда некоторые древнеязычники в силу своей, уж простите, премиутивности, бежали и кричали «выплывай Божий, выплывай Божий». То есть они относились именно не как современные неюзычники. Все-таки современные неюзычники имеют христианскую культуру, и все их мышление, оно основано именно на христианстве. Как бы они это ни отрицали, все принципы добра, любви, патриотизма – это христианство. Как это странно не прозвучит, пусть они поедут в классические языческие страны, где сохранено язычество, в Перу, в Индию, в Африку, и увидят, что извращение – это норма, что все те светлые чувства семейных ценностей, национал патриотизма, любви к своему отечеству – все это принесло христианство. А все вот эти грязь, которые существуют, это или пережитки язычества, или это возрождение неоязычества. Потому что в христианском обществе все вот то, что мы наблюдаем, не может быть. А к сожалению, сейчас бурным цветом возрождается оккультизм, суеверие и неоязычество. И подчеркиваю, атеизм – это одно из разновидностей неоязычества. Атеизм нет своей корни из-за элиминатской масонской организации, которые поставили цель борьбы с христианством. А это ведется борьба именно вот таким мудрым, в кавычках, способом, не напрямую. Потому что, повторюсь, многие так называемые атеисты – они очень суеверные люди. У них намешано там все. Начиная от культа Востока, заканчивая банальными суевериями и магией. Шаманизм и так далее. А неоязычники, ну, они должны понять, что их выбор печальный, если они не сойдут с этого пути, что там загробно учить их будет очень страшно, потому что игры с сатаной до добра не доведет. Никто не отрицает традиционное язычество в том смысле, что это как народная культура, как народный быт, народные песни. Ну, все, что связано с народностью – только за. возрождайте все народное, только за. Костюмы, там, бежите, символику, пение. Но опасно, когда вы не к Богу начинаете свои молитвы обращать, а к бесам, потому что заговоры, наговоры, магизм, шептунство – это все, к сожалению, обращение к бесам. Единственный интерес у неоядычества – это оккультизм. Да, 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 я повторюсь, что если язык… Знаете, вот мы часто забываем, что язычество сраконнославянского приводится на родность. Вот, к примеру, если взять Ивана Лескова, да, почему я выделил прежде всего Ивана Лескова? Это один из самых мощных следователей, кстати, бывший неуязычник. И он, я хочу обратить внимание, патриот, любящий свое отечество. То есть, во нем все эти чувства сохранились. Он не просто был неуязычником, он был у Хиневича. Он был, по-моему, и в славянской общине. Да, он был в славянской общине в Калуге. Он начал с того, что начал изучать удар русских богов. Ну, как всегда, попался на эту удочку, на эту провокацию из Тархова. Он же Гудман, кстати, иудей, этот Гудман. Потом он в славянских разных общинах побывал, и потом он учился в семинаре у Хиневича вот этого, Александра, который из Омска. вот этот неуязыческий, который написал славянно-арейские бреды. а потом как-то вот Господь, я не знаю, кто, кто на него повлиял. Он как бы отошел, стал изучать христианцы, глубоко стал изучать язычество, и он понял, что путь истины к христианству, и он отошел. И вот у него я вижу более из всех, как бы вот он... Есть движение, я вот тоже так слышал, ну, давно уже, что призывают, на югенечественники призывают в объединении христиан, то есть... А, ну, да, это... Это что из движений? Ну, это вот всякие национал-патриотические движения, которые говорят, давайте мы не будем трогать... Но они против власти, они обидеются, да? Ну, там разные. Я, знаете, я постараюсь так политику жестко не трогать, потому что хочу обратить внимание у вас, Сергей, что среди неуязычников столько толков, столько направлений. Есть кто против власти, я могу сказать, есть кто за власть, есть кто вообще... Почему у них вот такая тенденция? Они не стремятся к объединению, то есть они как бы делятся на малые группировки такие, и у них, причем это как бы в идеологии. Ну, я не могу сказать, что у них, у всех идеология дробится, есть наоборот, которые призывают к объединению, но это невозможно, потому что я такой пример приведу, человеческий фактор. Когда некий волк сталкивается с другим волхом, волхвом, или там жрецом, или там как они все еще называют, то все их объединение тут же рушится. Ну, потому что сатана не может объединять. Мы знаем, значит их учения не совпадают. Конечно, если мы возьмем продолжить изнечения. Если они учатся на одном источнике, почему учения какие-то произнятся? Ну, вот тут можно отметить и сказать, что у неуязычников нет одного источника. Допустим, если мы возьмем Коп Петрова, уже тоже жрец был, волк, покойный, генерал Петров, то его учение мягко сочетается с трехлебовым, или там с Кеневичем. И даже вот есть факты их, ссоры, руганье. То есть, вот три волхва, трехлебов и петров. Источники Виллиса книга Бог Перун там все основывается на одном учении. У Кеневича, допустим, это как бы скандинавская типа инглинги, они там какие-то. То есть, у них там во-первых придуманы, он намного напридумал богов, а во-вторых там беды, а у них одинаковые все. Ну, насколько исследования показывают, что разные у них там, вы знаете же, есть кто не признает славяно-арийские веды, есть кто не признает там Виллисова книгу, есть даже такие неуязычники, вы не поверите, они следуют за христианскими авторами. Вот что там выйдет, допустим, обоснование, что это не факт, они говорят, да-да-да, это не факт, мы типа чтим, как наши предки, как бабушки нам сказали. И начинают рассказывать, что там из каких-нибудь вологодских лесов лучших богов, он ему все рассказал. Знаете, вот там Богомилл II в Санкт-Петербурге из этой серии, это когда они начинают сказки рассказывать, что там кто-то пришел ему рассказать, вот он только знает истину. А смысл вообще они, люди богатые, которые волкуют эти предводители? Ну, безусловно, определенные лица и не все, конечно. Есть версии, кстати, множество исследований, допустим, покойный Доброслав, что определенные структуры контролировали и копеечку сливали. Я не могу говорить за всех. Я лично общался с Неволхом, имя не буду называть, он знаменитый в кругах неуязычников. Вот он мне жаловался, что он ходит в потертых штанах, в плохой обуви, что даже когда он ездил на конференцию к неуязычникам в Прибалтику, то ему деньги наскребали, что так он плохо живет. И он такой как бы романтик-художник, то есть он возглавляет неуязыческую общину, но при этом он живет бедно, то есть его соратники так особо не жалуют. Есть волхвы, которые, безусловно, очень хорошо живут. Просто я знаю примеры, что некоторые губернаторы сознательные неуязычники. Но представьте, в какой-то области губернатор, он знает, что президент православный, и он прямо не прыгает против славия, но при этом он конственно через какие-то фонды вливает неуязычество. Потом, я еще раз повторюсь, мы уже об этом говорили, мы же видим, что телевидение наполнено неуязычеством. Все телеканалы ТВ, РНТВ, ТНТ, РНТВ, ну и имеем Легион, десятки каналов на спутниках, на кабельных телевидения и на простых вот таких каналов, где целенаправленно идет пропаганда магии, и даже если какой-то христианский праздник, они подведут это под оккультизм. То есть если не неуязычество, и мы это видим. они объединяют тут же священник, тут же языческие праздники, они как бы это все объединяют и преподносят. Часто по телевидению показывают ложь, они начинают фантазировать якобы кто-то что-то, кто-то кого-то на основании каких-то крупиц. Ну вот, к примеру, некий человек с вами и начал строить целую теорию и целую прошу прощения божество из вас делать. Ну вот из этой серии. То есть выдумки, фантастика потому что многие этнографы, кто изучал традиционную нашу культуру, они говорят, что вся культура наша, как бы кто ни говорил, совсем масленицей, она чисто христианская. Так что они подводят не под язычество, а под неоязычество, под свои выдумки, под бред и под суеверие. Точнее, можно сказать, что они подводят под суеверие неоязычество. Ну, я вообще, когда говорю язычество, я буду замевая неоязычество, потому что я язычеств и не знаю ничего. насколько я изучал, я не такой крупный специалист, допустим, как вот, пример я приводил там, Бабенко или Лесков или Георгий Максимов, все-таки они приходилось больше копать. Суеверие, их же можно отнести к язычеству, не к нейу, а просто к язычеству. Нет. Нет. Суеверие могут рождаться даже из христианства и из быта, и из современности. Вот пример я такой приведу. 200 лет назад были там автобусы. Десять лет назад были автобусы, машины, автобусы. Не было. Да. Не было же автобусов. И сто лет не было. Ну и сто лет назад не было. Вот представьте, некий человек, допустим, говорит, вот смотрите, если ей 13-м автобус, ну я говорю, условно, это все образ, 13-м или 15-м автобус, то на такой не садись, а он даже пример, только я был в горах как-то. И подошла кабинка, знаете, вот которые везут тебя высоко в горы. Подошла 13-я кабинка, люди остановились, а мы зашли с моей мамой. Я им говорю, а что, с чем проблема? Они говорят, мы не можем. Вот вы понимаете, что это суеверия, рожденные, фактически, современностью. Хочу так сказать, немножко соглашусь, немножко себя прорежу. Сейчас начал думать, безусловно, суеверия, некоторые могут нести эхо древности. Но только надо понять, какой смысл вкладывал кто в это суеверие. Потому что суеверия имеет свое развитие. Допустим, суеверия сочиняется на ходу. Вот если вы обратите внимание на идеологию современных неуязычников, они часто, прошу прощения, придумывают. То есть, можно даже из христианства, к примеру, об этом очень хорошо показал диакон Андрей Кураев в книге «Оккультизм в православии», когда, знаете, некоторые бабушки там в праздник Иоанна Крестителя говорят, нельзя покупать арбуз. Ну, это спрашивает суеверия какое? Языческое или христианское? То есть, люди породили народное творчество, апокрифы, суеверия. То есть, суеверия нельзя только чисто отнести к язычеству. Суверия может быть как источник иметь оккультное, как в кавычках древнеязыческое или откуда-то иметь предысторию? Это же можно отнести к примеру к примету с солью. Раньше в старину соль была дефицитным продуктом, дорогим. И рассыпать соль было, ну, как бы неприятностью большой для семьи, потому что несолонохлебавшей не всегда приятно было поесть без соли. И это всегда было плохо, когда соль рассыпалась в доме. И дошло из старины. И вот сегодня тоже как-то лекарство и соль ой, это плохо. Это не никогда было. Надо вспомнить предысторию соли, Сергей. Предыстория соли, что в те времена, когда наши предки добывали эту соль, причем в христианский период нашей истории, это был очень большой дефицит. И чтобы рассыпать соль, это была трагедия, это был на лес золота. Это было, скорее всего, суверия в том смысле, что, ну, извините меня, это как, знаете, человек купил дорогую икру для современника, и некий его ребенок взял и всю его вылил в унитаз. И его родители раз психовался, говорю, что ты же делаешь, я столько денег потратил, а ты взял и испортил. Ну, это из этой серии. Надо знать историю, смысл в суеверии. Это может быть даже вполне не суеверия, а совсем другое значение иметь в том период истории. То есть, суеверие может иметь как отголосок старины, так просто рожденной современной фантазии. А зачастую, суверия, они имеют просто фантастичность. Я о чем говорю? Это же нельзя относить к неоязычеству. Это простое язычество, которое рождается на протяжении истории. И ты не обновляешься. Человек, по сути, своему язычнику всегда был таковым. Ну, тут я не совсем соглашусь. Дело в том, что некоторые авто у нас говорят, что душа христианская, то есть душа человека, по сути, христианская. Тут не совсем я с вами соглашусь. Неоязычество, еще раз повторюсь, оно на то и нео, что оно новое язычество, что оно основано от отхода от Бога. Дело в том, что моя точка зрения, я могу ошибаться, кто-то может у нас согласиться, кто-то не согласится, что не бывает ни неверующих людей, абсолютно все верующие. И как только человек отходит от Бога, от истины, от света, вот тут же и разжидается неоязычество. Если оно новое, это язычество, то у него должны быть новые какие-то приметы, а новых примет не рождается. А приметы новые рождаются, рождаются. Батюш приехал, он на таком джипе, вот я, например, знаю, что, ну, к примеру, это сейчас уже моя фантазия, ну, к примеру, там какой-нибудь священник, там Панамарди, не Панамарди, ты приехал священник и начал ему говорить, что вот такую-то я, там, пилония делали, там, такую-то подрясник, вот такой-то. То есть можно родить суеверие на ходу. То есть история праздника можно, история праздника христианского может выродиться в суеверие. Сколько мы знаем примеров, когда внутрихристианские суеверия, вот я пример приводил, когда тот же священник один сказал, не благословляя через порог, когда смысл, ну, что за порог, что за суеверие. То есть суеверие они могут иметь разные источники, как и псевдо-христианские, так и неоязыческие, но они именно рождаются в современниках, неоязычество, именно нео, новость, сейчас. Потому что, если мы возьмем человека сто лет назад жившего, у него свои были стереотипы. Даже многие патрологи, богословы, кто изучает много лет святых отцов, они говорят, вот мы если читаем каких-то древних отцов, почему мы должны богословы читать? Потому что каждый отец имеет специфику своего времени. Каждый древний святой отец, он имеет стереотипы своего времени. И, соответственно, у него свои стереотипы. Мы не можем сказать, что у стереотипа человека, жившего в 19 веке, и стереотипы наши, они совпадают. У него совсем другие проблемы, у него совсем другое понимание мира, окружающего среды, ну и так далее. Невозможно сказать. Мы меняемся, к сожалению, или к счастью. Но прошу ваших молитв, и дай Бог мы продолжим эту тему. Она не очень хорошая, конечно. Можно как раз затронем и сатанинскую тему. Тоже есть факты. Я, кстати, вам присылал, досмотрели, да? Ну, затронем, конечно. А какие приводы ее на затрете под нее, все остальное подводите. Да-да-да. Так будет, я думаю, намного интереснее будет. Ну, кому будет интересно, пожалуйста, пусть смотрят. Да, ну все, все, дорогой. С Богом. С Богом. До свидания. С Богом. До свидания. С Богом.